Продолжение следует... Сегодня мы займемся изучением численных методов для начальной краевой задачи для параболического уравнения с одной пространственной переменной. Итак, задача формулируется следующим образом. На отрезке 0,1 мы рассматриваем параболическое уравнение ДУ по ДТ минус Д2У по ДХ квадрат равно Ф. К уравнению надо добавить краевые условия и начальные условия. Значит, У от Х 0 равно какое-то У 0 от Х. И для простоты будем считать, будем рассматривать нулевые краевые условия. Итак, У от 0 Т равно У от 1 Т равно 0 У. Итак, обозначим это цифрой 1. Решение ищется в цилиндре. В цилиндре. Значит, по Х у нас отрезок 0,1. Это основание цилиндра 0,1. И по времени. Так вот я нарисую. Это Х. Это вот ось Т. Итак, мы ищем решение. Вот в таком вот цилиндре. То есть тут единичка по Х. 0 это начало координат. И до момента времени Т большое. До момента времени Т большое. Итак, нас будут интересовать численные методы. Ну и их обоснование теоретическое. Ну и алгоритмы. Как, собственно говоря, программировать это все дело на компьютере. Итак. Давайте поступим точно так же, как и раньше это делали. Для случая обыкновенного дифференциального уравнения. Итак. Построим сетку в области, где мы ищем решение. Итак, введем шаги H, равные единица на M большое и шаг Тау. Так, извините. Сейчас я посмотрю. Вот так вот. И шаг Тау равное Т большое делить на N большое. Ну, M большое и N большое – это натуральные числа. Вообще говоря, большие. Вот. И рассмотрим множество точек. И рассмотрим множество точек вида M, H, N, Тау. Ну, будем это просто обозначать M, N. Это узел, будем считать, что это узел M, N, который мы обозначаем. Итак, сетка построена. И будем искать приближенные решения в узлах сетки. Ну, что, самое первое, что мы сделаем, выпишем аппроксимацию второй производной. Ну, как заменим ее второй разделенной разностью. Ну, а это заменим первой разделенной разностью. Итак, шаблон сетки какой? Ну, вот первая схема, которую мы рассмотрим, она будет выглядеть следующим образом. Итак, первая схема, которую мы будем рассматривать, выглядит следующим образом. Шаблон, то есть это множество точек, на которых мы производим аппроксимацию. Шаблон будет выглядеть вот таким вот образом. Вот это узел M, N. Итак, ну что, давайте запишем аппроксимацию в точке M, N. Значит, что, производная по времени аппроксимируется следующим образом. U, M, N плюс 1 минус U, M, N делить на Тау. Это аппроксимация производной по времени. Теперь дальше минус U, минус, дробь, U, M плюс 1, N, минус 2, U, M, N. Так, извините, так, вверху надо писать, N. И плюс U, M минус 1, N делить на H квадрат. Ну, равно, напишем, равно F, M, N. Так, обратите внимание, что индекс N, то есть это тот индекс, который относится к моменту времени, он пишется сверху. Но это связано с тем, что в дифференциальном случае время выделяется в отдельную переменную. Ну, поэтому, естественно, если в сеточном случае мы тоже будем выделять эту переменную. Вот таким образом. Итак, M. Вот эту аппроксимацию мы можем написать в каждом внутреннем узле. То есть, M у нас меняется, M у нас меняется от 1 до M, большое, минус 1. N у нас меняется от 0 до M, большое, минус 1. Так, надо написать еще аппроксимацию краевых условий, начального условия. Ну, это все делается естественным образом. Итак, мы пишем U, 0, N, плюс 1, напишем, да, равно U, M, большое, N, плюс 1, равно 0, U. Так, и аппроксимация начального условия. Это будет U, 0, M, это равно U, 0, от M, H. Все. Вот мы получили аппроксимацию исходной задачи. Обозначим ее цифрой, допустим, 2. Обозначим ее цифрой 2. Ну и давайте будем изучать вот эту разностную схему. Ну, первый момент, который следует отметить. Разностная схема является явной. То есть, вот смотрите, при N, равном 0, ну что у нас? U, 0, U, 0, U, 0, U, 0. Все известно, переносим в правую часть, и U, N, плюс 1, M, выражаться через известное значение. Посчитали на первом слое все. И дальше счет идет просто по явным формулам. То есть, мы все вычисляем по слоям. Сначала на первом слое по времени, на втором, ну и так далее. Счет ведется по явным формулам. Поэтому данная схема будет явной. Давайте вот так вот напишем. Явная. Явная разностная схема. Так. Ну, будем, давайте изучать эту схему. Так. Ну, первое, самое тривиальное, что вот приходит в голову вначале, ну, давайте проверим на спектральную устойчивость. Эту схему. Имеем. Значит, что мы имеем? Возьмем, ну, положим правую часть равную нулю. Итак, спектральная устойчивость. Спектральная устойчивость. Полагаем, просто правую часть равную нулю. И надо проверить устойчивость на гармониках. Так, какие гармоники удовлетворяют краевым условиям? Это синусы. Итак, берем в качестве начального условия, в качестве начального условия берем синус, который удовлетворяет краевым условиям. То есть, берем функцию у0, у0, mt, берем, берем в виде синус, синус, пи, ж, м, h. Итак, все. При m, равном 0, 0, при m, равном m, большое 0. Значит, вот начальное условие. Ну, тогда, тогда у нас у m, nt, ну, просто можно выписать в явном виде. Итак, можно выписать в явном виде. А именно, ну, давайте найдем, m, u1, u1, mt, да? Чему это будет равно? Это будет равно синус, синус, пи, ж, mh, ну, это вот перенес в правую часть. Дальше, вот этот оператор. Мы с вами выясняли, что, ну, на самом деле, это трехдиагональная матрица, и у этой трехдиагональной матрицы синусы являются собственными векторами. и этим собственным векторам соответствует собственное значение. То есть, если мы рассмотрим со знаком минус, то этой собственной функции, ну, или собственному вектору, будет соответствовать собственное значение. лямбда житая, так, лямбда житая, равная, 4 синус квадрат пи ж, h пополам делить на h квадрат. делить на h квадрат. Ну, таким образом, здесь будет что стоять? Минус, минус, лямбда житая, минус лямбда житая, умноженное на tau делить на h квадрат, tau делить на h квадрат, ну, и синус останется на месте, да, пи ж м h. Ну, то есть, синус на самом деле, решение на следующем слое, это будет тот же самый синус, но умноженное на коэффициент, единица минус, тау делить на h квадрат, лямбда житая, синус пи ж м h. Так, ну, это я на первом шаге все сделал, понятно, что на остальных шагах будет все то же самое, то есть синус каждый раз будет умножаться вот на эту величину, то есть и на n там шаге по времени, ну, вот этот коэффициент просто возведется в степень, возведется в степень n. Итак, как у нас выглядело решение однородной, если бы у нас было, если мы рассмотрим решение исходной дифференциальной задачи, вот, с начальным условием, с начальным условием синус пи ж и х, и так рассмотрим это, и правой частью равной нулю, то решение тогда выписывается в явном виде, и оно будет иметь вид. u от x, t будет равно это будет e в степени, e в степени минус так, напишем, лямбда t на синус пи ж и х где лямбда? где лямбда будет равно лямбда будет равно пи квадрат g квадрат. Всё. То есть синус умножается просто на убывающую экспоненту. Причем, чем выше номер гармоники, тем быстрее идет убывание к нулю. Ну, раз это так, в дифференциальном случае, то понятно, что в сеточном случае, по крайней мере, решение должно не убывать, не возрастать. Не возрастать. Хотя здесь оно просто убывает по экспоненте. Здесь должно не возрастать. То есть это означает, что единица минус 100 у аж квадрат на лямбда житая должно быть по модулю меньше единицы. Так, ну, по модулю оно должно быть меньше единицы, но оно всегда меньше, эта величина меньше единицы. Ну, а если рассматривать по модулю, то должно быть больше или равно больше или равно минус единицы. Итак, пишем единица минус тау на аж квадрат лямбда житая должно быть больше равно минус единицы. И поскольку это должно быть равно, это неравенство должно выполняться для любой гармоники, для любой гармоники, то значит мы то есть это неравенство должно выполняться для любых житых. для любой гармоники. Ну, возьмем возьмем жи такое, чтобы скажем жи равное так, ну, М большое брать. Значит, жи равное М большое и так понятно, что максимум вот этой величины будет максимум вот этой величины будет достигаться максимум вот этой величины будет достигаться на для гармоники жи равной М большое минус один. То есть М большое минус один на аж. Ну, М большое на аж это у нас единица просто. то есть вот эта вот будет величина она будет иметь порядок единицы. Эта величина будет иметь порядок единицы. Ну, аж малый параметр. То есть максимальное максимальное значение максимальное значение лямбда житое будет чему равно? Ну, заменяем М, аж это на единицу синус пи пополам единица. Значит, это будет величина порядка 4 делить на аж квадрат. То есть записываем тау квадрат тау на аж квадрат на величину на какую величину на максимальную на максимум. Так, извините, я здесь аж квадрат то даром писал. Аж квадрат у меня вошло в оператор. Аж квадрат вошло в оператор. То есть тут просто тау будет. Здесь будет просто тау. Вот так вот я сотру. и так здесь просто тау будет. Итак, мы получаем что тау на умножить на 4 делить на аж квадрат. Эта величина должна быть меньше или равна 2. Ну, откуда мы получаем условия для спектральной устойчивости разностной схемы, которая выглядит следующим образом. Тау должно быть меньше или равно аж квадрат пополам. Всё. То есть вот это условие является необходимым. Это условие является необходимым для услуг, то есть спектральной устойчивость. Мы отсекаем плохие варианты на гармониках. вот это условие нам обеспечивает спектральную устойчивость разностной схемы. Ну, оказывается, но оказывается, что это условие не только является необходимым, но и достаточным условием для сходимости, для устойчивости разностной схемы. То есть для настоящей устойчивости, не спектральной. Ну, давайте это докажем. Давайте это докажем. для этого надо выбрать норму, которая будет согласована с нормой функционального пространства. Ну, в качестве нормы будем считать, что это норма пространства С. Что это норма пространства С. в данном случае можно даже рассмотреть задачу с правой частью. Можно даже рассмотреть задачу с правой частью. Итак, будем считать, что правая часть у нас отлична от нуля. Ну, тогда мы можем написать следующее. Так, введем обозначение. введем обозначение tau делить на h квадрат. Итак, обозначим tau делить на h квадрат равное ρ. Ну, чтобы поменьше писать и ничего больше. Ну, тогда мы получаем из нашей разностной схемы 2, мы получаем, что ум у n n плюс 1 будет равно. Так, переносим все в правую часть. Переносим все в правую часть. Значит, что здесь будет? Единица, вот тут стоит минус-минус, это будет плюс, в правую часть перенесли, будет минус, значит, единица минус 2 ρ на u m n плюс ρ на u m плюс 1 n плюс ρ m минус 1 n так, не ρ, а ρ на u m минус 1 n и плюс tau плюс tau f m n Итак, пусть точка m n плюс 1 это та точка, на которой достигается максимум модуля, максимум модуля решения сеточной задачи нас на n плюс 1 слоя. Так, ну понятно, что поскольку на границе 0, значит, на концах это достигаться не может. Значит, получаем, что норма u n плюс 1 так, ну это по определению, это по определению будет равно максимум модуля u m n плюс 1 по m, да, ну поскольку их конечное число, значит, точка существует, в которой достигается максимум модуля. Ну вот в этой точке, поскольку это внутренняя точка, мы записали уравнение. Итак, оцениваем правую часть. Вот эта величина, она, вот эта величина, если у нас будет больше или равна нуля, итак, единица минус 2 ро. Мы считаем, что у нас эта величина больше или равна нуля. Больше или, так, единица минус 2 ро в силу вот этого неравенства, это будет больше или равна нуля. Значит, ну вот здесь просто ставим, а здесь просто составим нормой. Здесь заменяем на максимум здесь заменяем на максимум модуля и здесь заменяем на максимум модуля и правую часть тоже заменяем на максимум модуля получается что единица минус 2 ро на норму у n плюс ро на норму у n плюс ро на норму у n значит минус 2 ро и тут плюс 2 ро сокращаются вот и остается и И плюс Тау на норму правой части. Итак, получается, что норма УН плюс Тау норма ФН. То есть Н это номер слоя. И норма берется по слою. Норма берется по слою. Ну вот это верно и так. Вот из этого неравенца следует теорема. Пусть выполнено условие Тау меньше или равно Н квадрат пополам. Тогда явная разностная схема будет устойчива и будет выполнено неравенство. Максимум по Н нормы УНТ. Так, Н у нас меняется, значит, от нуля, от нуля я напишу до Н большого. До Н большого. Ну и применяем вот эту рекурсивную формулу. Меньше или равно норма начального условия. Норма начального условия. Плюс сумма по Ж. Ну давайте, не будем ничего думать, а напишем просто вот так вот. Итак, плюс Ж. Тут минус единицу напишем. Тау на норму ФЖТ. То есть это норма функции правой части на житом слое. Вот это как раз означает устойчивость разностной схемы. Это означает устойчивость разностной схемы. Вот для нормы правой части, она такая, выглядит довольно специфически. То есть здесь по пространственной переменной берется максимум модуля. А по временной переменной берется просто квадратурная формула. Берется просто квадратурная формула. Обычная сумма дробу. Вот, собственно, и все. Итак, мы доказали эту теорему. Ну что, давайте теперь посмотрим, что же будет. Так, теперь что будет, если у нас неоднородные краевые условия? Ну задачу с неоднородными краевыми условиями всегда можно свести к задаче с однородными краевыми условиями. Ну и надо изменить просто правую часть. Надо просто изменить правую часть и ничего больше. То есть это делается элементарным образом, поэтому мы на этом останавливаться не будем. Так, ну а теперь давайте перейдем к рассмотрению неявной схемы. То есть вы видите, что в явной схеме есть жесткое ограничение на шаг сетки. То есть мы можем считать только с малым шагом по времени. А именно, шаг по времени должен не превосходить h квадрат пополам. Это условия устойчивости разностной схемы. Так, ну давайте теперь перейдем к неявной схеме. Итак, вместо вот этого шаблона, итак, вместо вот этого вот шаблона, так, сейчас я все-таки ручку попробую заменить. Итак, вместо вот этого шаблона, ну спрашивается, ну вот мы брали, да, мы брали разность вперед по времени, но можно же брать и разность назад. То есть мы рассмотрим вот такой вот шаблон. Вот это точка опять МН. Итак, рассмотрим аппроксимацию. Рассмотрим аппроксимацию нашей задачи вот на таком шаблоне. Ну что, разностная схема будет выглядеть следующим образом. Значит, все то же самое, но единственное, что аппроксимация второй производной будет производиться на верхнем слое, на слое Н плюс 1. Поэтому вот здесь поставим Н плюс 1. Н плюс 1. Ну пусть это будет разностная схема, давайте ее обозначим 2 штрих. 2 штрих. Так, ну первое, по поводу спектральной устойчивости. Итак, пусть правая часть у нас равна нулю. Вот. В качестве начального условия берем синус. Итак, если мы будем на верхнем слое, то есть на слое Н плюс 1 считать, что у нас тоже будет синус с неизвестным коэффициентом и подставим, и подставим это все в разностную схему, то мы получим, так что мы получим? Все то же самое, да, только тут будет стоять вместо минуса. Итак, вместо, итак, здесь у нас было минус, да, значит тут будет стоять коэффициент единица, единица, так, дальше, сюда подставили синус, это даст нам коэффициент какой? Это даст коэффициент лямбда житая, лямбда житая умножить на тау и со знаком плюс, потому что минус вошел в оператор, для того, чтобы оператор был положительно определенный. Значит будет, что единица плюс тау на лямбда житая, да, это неизвестный коэффициент, это неизвестный коэффициент, но на синус πgmh это то, что получается при применении оператора, единичный оператор, минус вот этот оператор, который аппроксимирует вторую производную, то есть на синусе это дает нам на синусе это дает нам вот такой коэффициент, но отсюда мы получаем, что если на n-том слое, если на n-том слое у нас стояла функция синус πgmh по m, вот g это просто номер гармоники, то на следующем слое, если мы хотим, чтобы у нас получилось на следующем слое тоже синус, надо разделить вот на эту величину, то есть у нас у n nt будет равно единица делить на единицу плюс тау лямбда житая в степени n на синус πgmh все то есть поскольку лямбда житая у нас все строго больше нуля, то у нас получается, что вот эти коэффициенты, эти коэффициенты, они всегда меньше единицы, они всегда меньше единицы для любых а, h и тау, то есть вывод какой, вывод такой, что у нас разностная схема, неявная разностная схема, ну даже вот это будем считать, что это не просто неявная разностная схема, а это полностью неявная, итак, это полностью, полностью неявная Полностью неявная разностная схема. Итак, полностью неявная разностная схема, она безусловно устойчива. Она безусловно устойчива. Полностью неявная разностная схема безусловно устойчива. Наверное, надо добавить слово спектрально. Безусловно спектрально устойчива. То есть, безусловно, это просто при любых h и tau. То есть, никакого закона стремления h и tau к нулю быть не должно. Давайте исследуем кроме спектральной устойчивости, исследуем еще настоящую устойчивость. То есть, рассматриваем задачу с правой частью, как и ранее. Рассматриваем задачу с правой частью. Итак, что у нас получается? Какое соотношение? Вот для неявной, для полностью неявной разностной схемы. Мы обозначаем, значит, обозначаем tau делить на h квадрат, обозначаем через ρ. Ну и тогда у нас получается соотношение. Тогда у нас получается соотношение. Значит, что тут будет стоять? 1 плюс 2 ρ на ум n плюс 1. Дальше. Дальше. Минус ρ на ум n плюс 1. n плюс 1. Так. Равно ум n плюс tau f m n. Получается вот такое соотношение. Ну что, выберем точку на n плюс 1 слое. Выберем точку n, в которой достигается максимум модуля. В которой достигается максимум модуля. Ну и тогда мы получаем элементарное неравенство. То есть, тут у нас стоит коэффициент 1 плюс 2 ρ. Ну тут ставим норму. Здесь мы ставим знак минус. И вот эту величину, ну как минимум не уменьшаем. То есть, ставим значок нормы. Вот здесь и здесь. 2 ρ сокращаются. И мы получаем оценку. Норма ум на n плюс 1 слое не превосходит. Не превосходит норму u на n слое плюс tau f n. Ну, таким образом, мы справедливо теорема, что разностная схема 2' безусловно устойчива. То есть, выполнена следующая оценка. Ну и теперь давайте посмотрим, что у нас по поводу аппроксимации. Что у нас по поводу аппроксимации исходимости. Исходимость разностной схемы. Разностных схем. Ну, 2 будем. Значит, разностные схемы 2 и разностные схемы 2' Итак, скажем так, я произнесу такую замечательную математическую фразу. что очевидно, очевидно, что обе эти разностные схемы имеют порядок аппроксимации O' от tau плюс h2. То есть, по времени мы имеем первый порядок, по пространству второй. Ну, это, как говорится, действительно очевидно. Вот, в случае полностью неявной схемы мы должны подставить точное решение дифференциальной задачи и выписать разложение вот в этой точке, да? В точке m n плюс 1. Ну и получим требуемый результат. Получим требуемый результат. Ну, только надо будет, наверное, надо будет тут взять вот так вот, да? Ну, неважно, можно так брать, можно вот так вот поставить n плюс 1. То есть, в принципе, ничего не изменится, поскольку правая часть – это известная функция. Итак, мы имеем, значит, аппроксимация будет иметь вот такой порядок. Ну и теперь абсолютно стандартным образом, абсолютно стандартным образом, поскольку у нас устойчивость уже доказана, поскольку устойчивость у нас доказана, вот, можно показать, что при tau и h, стремящемся к нулю, у нас будет иметь место сходимость с тем же самым порядком, итак, с тем же самым порядком, вот, к точному решению дифференциальной задачи. при условии, что у нас решение обладает четвертой непрерывной производной по пространству и второй непрерывной производной по времени в нашем цилиндре. вот так, этого делать не будем, поскольку это делается абсолютно стандартным образом, ну и на самом деле это является следствием теоремы Филиппова. вот, значит, Алексей Федорович Филиппов в свое время доказал теорему, что в случае линейных задач из-за проксимации и устойчивости следует сходимость. так, ну, собственно говоря, вот с явной и неявной схемами мы почти все доказали, да, почти все, вот. Единственное замечание, которое я хотел бы еще сделать, заключается в следующем. теперь давайте перейдем к построению разностной схемы перейдем к построению разностной схемы второго порядка аппроксимации под вторым порядком аппроксимации я имею в виду второй порядок аппроксимации не только по пространству, но и по времени, но и по времени. Давайте поступим следующим образом в качестве шаблона рассмотрим 6 точек. Вот это вот пусть будет МН. Итак, рассмотрим 6-точечный шаблон. Ну и напишем аппроксимацию, напишем симметричную аппроксимацию в центральной точке по времени. Итак, что у нас будет? УМН плюс 1 минус УМН на Тау минус… Так, а здесь поступим следующим образом. Ну, напишем 1, 2, поставим коэффициент, 2 тут поставим, да? И так, вот это я уберу. Вот это я уберу. Ну, и так, что же дальше? Минус УМ плюс 1Н минус 2УМН плюс УМ минус 1Н делить на h квадрат равно… Ну, и давайте Ф возьмем просто вот в этой точке, которая крестиком обозначена. Ну, напишем ФМН плюс 1 вторая. Н плюс 1 вторая. Индексы М и Н меняются точно так же, как и раньше. Ну, теперь я могу произнести, собственно говоря, те же слова, что и раньше. Очевидно, очевидно, что данная разностная схема будет иметь второй порядок аппроксимации. Так, почему? Ну, надо раскладывать просто все. Подставляем точное решение дифференциальной задачи и раскладываем в ряд теора вот в этой точке, которую я крестиком обозначил. Ну, значит, что по времени у нас что будет? Это центральная разность стоит. Вот это стоит центральная разность. Значит, будет Тау квадрат. Теперь дальше по пространству. Вот здесь у нас будет 1 вторая. 1 вторая. Производная аппроксимируется с порядком h квадрат вот в этой точке. Теперь вот здесь. Так, вот тут, конечно, тоже двойка стоит. Вот это. То же самое. Вторая производная аппроксимируется в этой точке с порядком h квадрат. Берем полусумму. Берем полусумму. Полусумма даст нам аппроксимацию второй производной в серединке с порядком h квадрат. Ну, и правую часть взяли вот в этой точке. То есть, действительно, вот эта схема, давайте обозначим ее цифрой 3. Вот эта разностная схема, она обладает вторым порядком аппроксимации. Ну, и у этой схемы есть специальное название. У этой схемы есть специальное название. Это схема Кранко-Николсон. Кранко-Николсон. Ну, Николсон это женщина, поэтому фамилия не склоняется. Итак, эта схема Кранко-Николсон. Значит, она имеет второй порядок аппроксимации как по пространству, так и по времени. И вот она является наиболее популярной для решения параболических уравнений. Так, ну, давайте будем исследовать эту разностную схему. Давайте будем исследовать эту разностную схему. Значит, я утверждаю, я утверждаю, что эта схема будет безусловно устойчива. Безусловно устойчива. Ну, скажем так, спектрально устойчивость здесь исследуется просто. Спектрально устойчивость здесь исследуется просто. Значит, надо взять просто начального, в качестве начального условия надо взять синус. Итак, в качестве начального условия надо взять синус. И если у нас на n-том слое решение является гармоникой, то есть π, g, m, h, если на n-том слое, то нетрудно получить следующее соотношение, что u, m, n плюс 1 будет равно, здесь появляется коэффициент, коэффициент выглядит следующим образом. Единица минус τау пополам лямбда житая делить на единицу плюс τау пополам лямбда житая на тот же самый синус, синус π, g, m, h. Так, ну вот решение я выписал, решение я выписал, да? Ну, как вот это получить? Ну, просто в лоб. То есть надо взять вот сюда вместо u, m, n-том подставить значение синуса. Синус является, значит, вот это выражение, для него синус является собственным вектором для вот такой трехдиагональной матрицы. И выскочит что? Выскочит собственное значение, значит, на тау будет все умножено, на тау все умножится, и выскочит собственное, и тут стоит двойка, значит, будет единица, в правую часть перенесли, будет минус, минус, поскольку вот этот минус, он ушел в оператор, будет минус тау пополам лямбда житая. А вот это вот нам дает единица плюс тау пополам на лямбда житая. Все, ну, надо просто подставить и посчитать коэффициент. Итак, отсюда мы получаем, итак, отсюда мы получаем, что ум, м, н, оказывается, это будет равно единица минус тау пополам лямбда житая на единица плюс тау пополам лямбда житая в степени n на синус пи жи м а аж. Вот. Ну, то есть это все делалось при условии, значит, что нулевое, то есть начальное значение, начальное значение, это будет вот просто такая гармоника. ну вот отсюда сразу видно, что наша разностная схема безусловно является безусловно спектрально устойчивой, вот. То есть при любых тау и аж имеет место устойчивость, ну, поскольку лямбда житая всегда больше нуля. Так. Ну, на самом деле можно доказать и настоящую устойчивость, просто получить априорную оценку для разностной схемы 3. Ну, для того, чтобы это сделать, давайте поступим следующим образом. Введем обозначение. Введем обозначение. Итак, U, M, N это обозначим просто через U. M, N плюс 1 обозначим через, то есть индекс внизу будем опускать и вверху тоже. N плюс первый слой будем просто обозначать через крышечку. Ну, тогда U с крышкой минус U делить на тау обозначим через UT. Это аппроксимация производной по времени. Так, теперь аппроксимация производной по пространству. Аппроксимация производной по пространству, мы ее уже выписывали. Это будет U, X чертой, X. X чертой разность назад, X разность вперед. То есть это U, X чертой, X, это будет ну, просто U, M плюс 1 минус 2 U, M плюс U, M минус 1 делить на H квадрат. Ну, вот если мы такие обозначения введем, ну, это для сокращения записи, ну, в основном, конечно, для сокращения записи, чтобы в глазах не рябило от индексов. Ну, что мы получим? Наша разностная схема 3, она перепишется в таком виде UT, UT, минус 1, 2, здесь пишем U с крышкой, вот это вот U с крышкой, то есть на слое N плюс 1 X чертой X плюс U X чертой X равно в правой части тоже индекс будем опускать. Все. Теперь сделаем следующее. Введем скалярное произведение. Все то же самое, что и раньше. Итак, скалярное произведение. V на W это на слое скалярное произведение. Это по определению сумма H, сумма I от единицы до M-1, H, V и T, W и T. Итак, вводим обычное скалярное произведение. Здесь стоит нормировочный множитель H, для того, чтобы это скалярное произведение было согласовано со скалярным произведением в L2. Итак, и теперь нашу разностную схему давайте умножим на... так, 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 ну, наверное, на U с крышкой, U с крышкой плюс U. На U с крышкой плюс U. И давайте тут поставим еще Тау. О, множитель. Итак, умножим нашу разностную схему. Вот, вот она. Я умножаю на Тау, U с крышкой плюс U. Ну, давайте смотреть, что получится. Так, ну, давайте еще... Ну, может... Может, еще лучше будет... Сейчас я соображу. Может, давайте двойку еще поставим, да? Двойку поставим. Ну, хуже не будет. Итак, что получится? Смотрим. Тут у нас стоит U с крышкой минус U делить на Тау. Тау сокращается, двойка остается. Значит, будет что у нас? U с крышкой минус U на U с крышкой плюс U. То есть сумма умножить на разность. Будет разность квадратов. Итак, пишем 2 коэффициент. Норма U с крышкой в квадрате минус 2 нормы U в квадрате. Так, теперь смотрим, что у нас здесь стоит. Одна вторая сокращается. Стоит Тау. Дальше смотрите. Ну, Тау множитель, значит, мы его просто поставим и все. Тут у нас стоит какая функция? У с крышкой плюс U. И к функции У с крышкой плюс U применен оператор X с чертой X. И тут еще стоит то же самое, да? И тут стоит то же самое. У с крышкой плюс U. Ну что? Суммируем по частям. Суммируем по частям. То есть, X перебрасываем сюда. Ну, будет у нас что? Плюс Тау норма. Пишем U с крышкой. Плюс U. Я напишу так. X с чертой, да? Ну что так. Все. Так, вот этот вот значок, значит, знак нормы. И вот, ну, это просто означает, что когда происходит суммирование, когда происходит суммирование, мы включаем правую границу. То есть, мы включаем правую границу. То есть, вот эта точка тоже, вот эти точки входят, ну, поскольку X с чертой определено в этой точке, это разность назад. Итак, получается вот так. Так, равно, равно, значит, чему будет? F на 2 Тау, F на U с крышкой, плюс U. Так. Получили вот, ну, какой-то аналог энергетического тождества. Ну, правую часть можно оценить. Это будет меньше или равно 2 Тау на норму F. Так. Какая норма? Я так все пишу. Здесь у нас норма. Это просто норма, которая соответствует вот этому скалярному произведению. То есть, это аналог нормы L2. Это аналог нормы L2. Итак, получается 2 Тау норма F на норму U с крышкой, плюс U. Так. Дальше. Меньше равно. Меньше равно. Ну, давайте я вот так вот и оставлю 2 Тау. Норму, норму правой части, я ее так оставлю. Вот. А здесь у меня, а здесь вот это я заменю. Поскольку на границе функция U с крышкой плюс U обращается в 0, значит, я ее могу заменить на более сильную норму. А именно вот на эту. Получается норма U с крышкой. Плюс U со значком X чертой. Ну, и теперь применяем неравенство Каши Буняковского. Применяем неравенство Каши Буняковского. Будет меньше равно там Тау норма F в квадрате. Так, норма, это норма по слою. Неравенство Каши Буняковского. Неравенство Каши Буняковского. Неравенство Каши Буняковского. Плюс Тау норма. У с крышкой плюс U с чертой в квадрате. Ну что, вот это я могу сократить, и у меня получится оценка, что норма, у меня получится оценка. Норма, норма, у с крышкой, то есть это норма на n плюс первом слое, будет меньше или равна норма у на n там слое, плюс tau, норма f правой части тоже на n там слое. Ну теперь надо что сделать? Ну просто взять, у меня есть вот рекуррентное соотношение, мне просто надо взять его просуммировать по всем n. Ну у меня получится максимум по n, который не превосходит от 0 до n большое, норма L2, да, у nt, не превосходит нормы начального условия, плюс сумма по g равно от 0 до n большое минус 1, tau, норма f, житая. Вот оценка, которая, вот эта вот оценка, которая означает устойчивость, которая означает устойчивость схемы Кранко-Николсон. Вот эта вот оценка, она означает так, вот в какой норме, значит норма правой части, и так, норма решения берется, это по пространству, это норма L2, по пространству это аналог нормы L2, а по времени это максимум по Т, максимум по времени, а норма правой части, это будет L2 по пространству и L1, и L1 по времени. Вот все, нормы все согласованы с нормами функциональных пространств. То есть мы доказали устойчивость разностной схемы. Ну, можно было бы получить и получше оценки, но это нас, на самом деле, это нас тоже полностью устраивает.